Они соберутся вместе Поговорить о том, что особенно волнует Поделиться собственным опытом Выслушать друг друга Сообща найти выход из трудных ситуаций Научиться сострадать, содействовать, созидать Осознать истинные ценности И сделать свой выбор А вы присоединяйтесь Молодежный клуб «Совы» О! Привет-привет! Привет! Привет! Рассаживайтесь Че я тут вам? Я вам тут могу Вот 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 Класс Ай, че ёвня Че молчите-то? Рассказывайте Чего пришли? Да вот мы что пришли-то Тема назрела, глядишь Совет-то народилось много И, соответственно, у нас встал вопрос Вот как из наших детей Ну, из каждого подельности воспитать человека И понятно, что самое лучшее воспитание Это быть примером Там, самому совершенствоваться Самому жить там правильно Но мы пока усовершенствуемся до такой степени До того уровня, чтобы называться примером для своего ребёнка Мне кажется, наш ребёнок уже станет пенсионером И поэтому как бы не хотелось бы натворить всяких ошибок Тем более, что каждый шаг родителя Практически каждый Может привести к каким-то либо негативным, либо позитивным последствиям И чаще всего психолога лечит проблемы Которые идут из детства Так мы будем говорить про воспитание ребёнка Или про воспитание себя? Мы будем говорить Кажется, здесь это взаимосвязано Это очень сильно взаимосвязано И очень хочется понять, а есть ли оно воспитание Мне кажется, нам другое изображение нужно на экране Там вот где две птички Ага, привыкли за год с лишним Нет, дело в том, что сегодняшняя Я поставлю потом Сегодняшняя тема — это следствие того, что было год назад Двух птичек? Ну, когда две птички вместе У них появляется третья птичка Да, точно Вот про птичек я сегодня и предлагаю про наших поговорить Потому что действительно год назад У нас в стае появились птенцы Вот, давайте вспомним, как это было О, Саша пришёл! Саша! Добрый день! Молодой наш отец Саша, мы тебя поздравляем! У Саши с Кирой позавчера родился сын У нас новый Савёнок появился! Вот он, наш Савёнок Пусть среди ваших игрушек этот Савёнок будет первым Пусть он знает, что он Савёнок, ваш малыш Савёнок будет первым, наш Леонидом! Савёнок будет первым! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мне 23 года. Я журналист. Мне на самом деле стыдно так называться, потому что я очень мало работала по профессии, но диплом у меня во всяком случае журналиста. Занимаюсь я сейчас домом. Домом с семьей и совами. Как могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такая жизнерадостная, что Саша от моей жизнерадостности. Иногда не знает, куда бежать. На самом деле я очень люблю поговорить, как вы уже успели заметить. Мне больше нравится говорить, чем слушать, а Саша мне больше нравится слушать, чем говорить. Ну так гармонично, да? Субтитры создавал DimaTorzok Бог. Бог это отец. Да, отец. Субтитры создавал DimaTorzok Православие. Дополнишь? У меня это с детства. Меня просто воспитывали так. У меня с утра чисто. С утра чисто. Субтитры создавал DimaTorzok Нам очень нравится своего апостола Павла. Всегда молитесь, непрестанно радуйтесь и за все благодарите. Ну что, Кира и Саша, заходите. На место инициатора Саша. О, да. Ну, как вы поняли с превью, на место инициатора, конечно же, изначально претендовала Кира. Вот. Но потом, посоветовавшись, он понял, что это послушание, видимо, должен выполнить я, потому как в воспитании сына отец должен играть решающую роль. Вы такие смелые такую тему поднимать. Я вот смотрю на эту табличку и понимаю, что в ней для меня, как для молодого отца, такое огромное количество вопросов есть к самому себе, которые я, честно говоря, боюсь себе задавать. И я буду очень рад, если какой-то страх в этой программе у меня преодолеется. Так что спасибо вам большое за идею. А я родителям, в принципе, всем, наверное, хотела этот вопрос задать, но раз у нас есть инициатор, то в первую очередь вам. Мне почему-то всегда казалось, что функция воспитания, она включается в месяц рождения ребенка. Вот как молоко приходит у матери, так вот бац, и все. То есть об этом не нужно думать. Если честно, мне становится страшно, что в какой-то момент ты, ну, как видимо, понимаешь, что не знаешь, что с вами ребенком делать. А когда у вас это произошло? Когда вы поняли, что не включилось? Когда Андрюша родился, я думала, что вместе с ним будет инструкция такая, ну, как с ним управляться. Нет, честно, как пеленать, как газы там преодолевать. Мало того, что даже простейшей инструкции не было, а уж про воспитание так вообще говорить нечего. То есть, на самом деле, почему-то, когда нет детей, ты думаешь, что ну, родиться там разберусь. А на самом деле, когда рождается, ты понимаешь, что ты опоздал просто очень сильно. Вот у меня ощущение, что я уже опоздала. Ему 11 месяцев, а мне кажется, что я опоздала куда больше, чем на 11 месяцев. Друзья, ну, давайте мы как-то так пугаться сильно не будем, потому что специально для решения этих вопросов, хотя бы частичного, мы сегодня пригласили экспертов для вас. Во-первых, это мама семи детей, матушка Ольга Юрьевич. И, между прочим, автор любимой многими книги «Матушкины цветочки». Цветочки тоже сегодня с матушкой в этой студии. Аня, Лиза, Марфа, дочки. У нас в студии педагог, преподаватель курса «Творчество и мир», который учит ребят мыслить. Это Надежда Алексеевна Лубенко. Наш уже постоянный друг программы Александр Борисович Ткаченко, редактор раздела «Веры» журнала «Фома». И наши постоянные уже эксперты, психолог, главный редактор портала «Матроны.ру» Лика Сиделёва и Валерий Николаевич Духанин, кандидат в богословие. Уже не так страшно? В такой компании не страшно. Ну, давайте тогда начнём разбирать тему по частям. Например, что такое человеком? Давайте начнём вот отсюда. Я вышла на Арбат, задала этот вопрос там, что вкладывается в понятие «человек». Давайте послушаем версии. Вот у нас пришла пара молодая, у них малыш родился. И они вот встали перед вопросом, вот вырастить его человеком – это что привить? Чувство справедливости, ответственности, наверное. Ну, вот как есть такие слова – построить дом, вырастить ребёнка. Посадить дерево. Да. Чтобы он был честным, добрым, ответственным. Чтобы любил маму, папу. Чтобы впоследствии получил хорошее образование. Чтобы он хорошо занял своё место в жизни. Ну, вообще-то, как в имуществе. И ещё, чтобы он учился там в хорошем месте. Вы понимаете, у нас сейчас такое общество, капиталистический строй. И многие родители… И заразвитый. Считают именно под тем человек с большой буквы, то, что ребёнок должен вырасти и подниматься по какой-то карьерной лестнице. Они пихают его в эту капиталистическую матрицу. И вот эти все какие-то духовные развития, оно всё выходит на второй план. На первый план выходит именно борьба за деньги, за авторитет. Я считаю, что это неправильно. Когда рождается ребёнок, родители говорят, я хочу, чтобы он вырос человеком. Как вы думаете, что вкладывается в понятие «человеком»? Человек? Таким же, как он. Не хуже, чем родители. Лучше, да. Да, лучше. Но он так и так вырастет человеком. А кем он ещё может вырастить? Ну, а что бы вы хотели привить ему, в первую очередь? Честность. Честность. Уважение к другим. К себе, в первую очередь, наверное. К себе, наверное, уважение. Тут я не могу вам ответить, поскольку я был сирота шести месяцев. Меня воспитал детский дом, интернат. С одной стороны, конечно, хорошие люди. Вот, ну, я, наверное, как вот дитя полка или дитя народа, а не семьи. Хорошо, а своему ребёнку вы что желаете, вот, чтобы он вырос человеком? Это каким? Мне очень сложно сказать, поскольку я, наверное, из-за этого и не имею семью, поскольку я к жизни подхожу с определёнными своими ценностями, которые не совпадают с ценностями людей, которые жили в семье. Ну что, кто для себя нашёл созвучные мысли? Да, Костя. Большинство тех, кто отвечали на этот вопрос, они говорили правильные вещи. Правда, у меня есть такое ощущение, что люди, говорящие, вкладывали в это некое такое благо для себя. То есть вырастить ребёнка, чтобы мне потом было за него не стыдно, чтобы он был, в общем, со мной добр и так далее. Но чего-то, может быть, главного, какого-то такого важного не прозвучало о том, а что же ребёнку-то самому нужно будет, а чтобы он смог вот через все жизненные передряги проходить. Наверное, пафосно прозвучит. Я помню у одного какого-то святого, не помню у кого, такую мысль встречал, что задача священника — так воспитать своё чадо духовное, чтобы в ситуации выбора между добром и злом чадо само, без подсказки, самостоятельно выбрало добро. Вот, ну, сравнение такое, конечно, лихое, но, мне кажется, у родителей в каком-то смысле такая же цель. А вот как это сделать, я не знаю. Да, Мария. Мне очень понравились слова молодого человека, который сказал о том, что сейчас многие родители делают ставку на хороший старт, на карьерный рост, на место под солнцем, но совершенно забывают о том, что есть общечеловеческие ценности, которые не меняются веками, и во всех культурах они похожи. И что намного важнее быть человеком, а не занимать какой-то статус. Мне кажется, это необходимо для того, чтобы у человека удалась жизнь в целом. Я рискую сейчас сказать вещь, может быть, шокирующую и больную, но мне кажется, это очень важно. Простите меня, я знаю, что мой сын когда-нибудь будет умирать. И мне бы очень хотелось, чтобы у него не только жизнь была достойно прожита, но чтобы еще и после смерти его ожидал какой-то благоприятный ответ на суде перед Богом. И вот на этот вопрос, на вопрос смерти, общечеловеческие ценности, на мой взгляд, никакого ответа не дают и ничем не помогут. А христианские именно об этом и говорят. Ну я могу возразить. Однажды я видела советский фильм с таким атеистическим оттенком. И мне очень запомнился только конец, где главный герой говорит, что на самом деле ты должен помнить, что вот все, что ты в этой жизни сделал, это и есть вся твоя жизнь. И мне кажется, что вот общечеловеческие ценности, они тоже дают определенное успокоение человеку перед смертью, но оно другого свойства. Если верующий человек считает, что он даст ответ перед Богом, то здесь человек неверующий оставляет людям то, что он сделал, добро или зло. И вот это служит ему утешением в данном случае. Да, Алена хотела сказать. Но мне кажется, когда ребенка воспитывают с Богом, то у него есть какая-то мотивация, что ли, прожить свою жизнь правильно. А когда, вот если дальше ничего нет, то зачем вообще мне быть таким правильным и честным? Зачем мне отказываться от, там, я не знаю, карьеры, добытой нечестным путем, если дальше все равно ничего нет? И если мне сейчас нужно брать от жизни все, грубо говоря. Это вопрос Мариане. Дело в том, что, ну, конечно, я абсолютно не против того, чтобы ребенка воспитывали верующим в Бога, абсолютно нет. Но я скорее возражаю против такого кардинального разделения общечеловеческих ценностей и христианских ценностей, потому что христианин воспитывает ребенка в ответственности перед Богом. А гуманист, скажем так, воспитывает человека в ответственности перед человечеством. Но разве это такие разные понятия? Мне кто-нибудь объяснит, наконец, вот даст короткое определение. Что такое общечеловеческие ценности? Что общее у нас с саудовскими, вот с жителями Саудовской Аравии? Давайте. За то, что мы разделяем, нас там казнить могут. Вот поэтому общих таких ценностей... К автору, к тому, кто ввел сегодня это понятие, Марьяна. Общечеловеческие ценности озвучь, потому что у христиан есть Евангелие, а ты, пожалуйста, озвучь альтернативу. А я процитирую Канта. Давай. Следуй только той максиме, которой ты хочешь, чтобы она стала всеобщим законом. Проще говоря, не делай другим то, чего ты не хочешь, чтобы делали все и всем, и тебе в том числе. Это уже Евангелие. Ну, наверное, перефразированные, но на самом деле общечеловеческие ценности, мне кажется, что христианские, они все похожи. Так или иначе. Можно я слово эксперту дам? Простой, Ваша честь. Да, Андрюша. Ну вот я тебе еще раз говорю, что есть, например, разные общества с разными традициями. Вот ты сколько угодно можешь племени Тутси в Центральной Африке рассказывать про человеческие, общечеловеческие ценности. Можешь процитировать им Канта. Про то, что есть друг друга, нехорошо. Что у тебя вообще максимы, и ты желаешь, чтобы они этой же максиме тоже следовали вообще. Но у них там котел, и он уже горячий. Поэтому вот как ты будешь действовать в такой ситуации? Объясни мне. Я честно не могу понять. Я много раз слышал, понятное дело, общечеловеческие ценности, все замечательно. Там пропаганда, особенно в советские времена, вырастить там человеком из большую булку для общества. Что это? Объясните мне, что это такое? Константин рвется в бой. Андрюш, прости, пожалуйста, но на этом острове, замечательном, на котором ты был, они там ведь и Евангелие не поймут. Кость, знаешь, это, кстати, во-первых, спорный момент, а во-вторых, я говорю про то, что нет общечеловеческих ценностей, как таковых. Что общечеловеческие ценности – это такой красивый западный миф, как раз появившийся во времена Канта, когда, ладно, мне, видимо, никто не ответит, надо было из ценностей христианских удалить Бога. И поначалу как раз замечательные общечеловеческие ценности и прекрасная гениальная немецкая философия XVIII-XIX века – это как раз потихонечку, по слою снимают с христианских каких-то ценностей, с евангельских максим. Душа чувствует что-то родственное. Да, снимают Бога. И в результате сейчас мы уже в веке XXI сталкиваемся с такими человеческими ценностями, что, опять же, не дай Бог, которого уже в них нет. Да, Жень. Я хочу рассказать, как меня пытались воспитать в общечеловеческих ценностях, но эти ценности для меня самой были неприемлемы. С детства мы с моей двоюродной сестрой приходили в гости к бабушке. Там бабушка разливала чай, ставила нам еду и, соответственно, принималась нас воспитывать именно в общечеловеческих ценностях. Мы ее спрашивали, бабушка, что для тебя главное в жизни? Она отвечала, деньги, потому что на них можно все купить. Мы ей говорили, бабушка, а как же вот здоровье? Она говорит, и здоровье, уже сейчас до того техника зашла, что и здоровье купите. Потом, значит, бабушка учила, что жадность — это не порог. И я помню скандал, когда была какая-то гречка с котлетами, и мы с сестрой возвращались с прогулки, и я попросила одну котлету, там, какому-то котенку отдать бездомному. Вот, это вообще, это лишний рот, это перевод денег, это невздумай. И мы вот эти котлеты и все такое таскали, просто скрывали это, чтобы бабушка не видела. Потому что я чувствую, ну, съем я эти две котлеты, съем я эту гречку, но что-то не то. Это меня не сделает счастливой, моя потребность именно отдавать. Самое показательное, мне кажется, то, что когда пришел момент поступать мне в ВУЗ, я обратилась к бабушке за помощью, потому что она такой... Да, потому что у бабушки были деньги, осуждали бабушку, а без денег-то никуда. Она очень такой волевой человек по жизни, она скопила сумму, и я говорю, бабушка, я вот творческая личность. Моя мечта была учиться в институте телевидения и стать журналисткой. Когда услышала бабушка это, она сказала, что это не профессия, и на это денег она точно не даст. И она уже сама придумала, куда мне пойти учиться. Это был институт бизнеса и управления. Приезжаем мы туда, и нас спрашивают, на какой факультет. Бабушка что-то шепчет, я не поняла сначала, что такое. Вот потом выяснилось, что бабушка шептала, что на факультет таможни это узкая специализация, именно по конфискации какого-то там товара. Я говорю, пожалуйста, только не таможня, вообще все что угодно, хотя бы связи с общественностью. Что-то ближе ко мне. Она говорила, нет таможни, ты потом скажешь спасибо. А так как я в школе хорошо училась, так получилось, что я поступила с первого раза. И для меня была ужасна вот эта новость, когда выходят и говорят, вы прошли, поздравляем. У меня слезы. Я говорю, только не туда, пожалуйста. Плачу, а она сначала непреклонна. Мы ехали до дома полтора часа дома, и я продолжила плакать. Говорю, вот ты мне рушишь жизнь, бабушка, вообще, пожалуйста, вот услышь меня, у меня вообще, я не смогу это... Это вообще для другого человека счастье. Вот. И она жалилась надо мной, слава богу. Она сказала, все, ладно, иди учиться, но ты помнишь мои слова. В принципе, мой институт, я отучилась. Я ходила туда как на крыльях, мне очень нравилось. Какой? Телевидение, радиовещание, да. Но я не работаю по профессии, и она мне сейчас это припоминает. Она говорит, вот таможня бы. Вот, тогда бы у тебя все было в жизни шикарно. Жень, при всем моем глубоком уважении к твоей бабушке, я впервые все-таки слышу, чтобы жадность относили к общечеловеческим ценностям. Они нигде не прописаны. Они нигде не прописаны. Это кто о чем, а Андрей в общечеловеческих ценностях. Вот, Марьян, я как раз про это и говорю, что у бабушки Жени одни ценности, у тебя другие. И вроде как это все называется общечеловечески, но они настолько разные и разношерстные, и главное, нету критерия, что начинается полная путаница. Вот именно об этом. А можно я покажу еще один сюжет с Арбата? Я спрашивала на Арбате о системе ценностей. У кого что? Вот давайте посмотрим и обсудим потом это.